Привет! Сегодня мы поговорим про базовую настройку беспроводной точки доступа на оборудовании микротик роутер ос Итак, для того, чтобы настроить нам точку доступа, нам понадобится зайти в раздел Wireless и сделать некоторое количество настроек Итак, я перехожу в наш микротик на роутер ос 7, в целом на роутер ос 7 и 6 разница пока что в настройках не сильно большая если мы используем стандартный пакет без использования пакета Wi-Fi Wave 2 Переходим в раздел Wireless, выбираем беспроводной интерфейс У нас есть вкладка Wireless, на которой есть некоторые базовые настройки нашей беспроводной точки доступа Режим, отвечающий за работу точки доступа, называется AP Bridge Он у нас по умолчанию указан в беспроводном интерфейсе, его и оставляем Режим работы и используемые технологии Этот режим работы по умолчанию выставлен в режиме совместимости То есть в режиме совместимости 802.11b, 802.11g, 802.11n Современные устройства в 90% случаев поддерживают N-стандарт как наиболее старый и распространенный Ну, наиболее старый в текущий момент, на 2022 год Если рассматривать стандарты B и G, желательно их вообще не использовать Режим совместимости Wi-Fi, он скорее про ситуацию работаем на уровне самого слабого, самого старого клиента Поэтому если у вас в использовании нету таких старых клиентов, то оставляем Only N Или, например, режим работы Only AC или NAC в случае 5 ГГц И забываем про это как про страшный сон Далее, ширина канала Если мы говорим про использование Wi-Fi на 2.4 ГГц, то ширина канала в 90% случаев актуальная 20 МГц Это связано с тем, что даже в России мы имеем всего лишь 13 каналов Из которых непересекаемые являются 1, 6 и 11 Ширина между каналами 5 МГц, поэтому уместить большое количество широких каналов мы в данный диапазон не можем Мы можем уместить только, по сути-то, полтора канала 40 МГц Если у нас есть точки, которые работают на тех же самых каналах, а чаще всего у нас они присутствуют, потому что у нас есть соседи То мы будем взаимно мешать друг другу, потому что Wi-Fi работает по очереди И если на нашей частоте будет другая точка доступа, то мы будем работать по очереди с большим количеством точек доступа Поэтому на 2.4 актуальнее всего выбирать ширину канала 20 МГц Про 5 ГГц я поговорю чуть-чуть позднее Дальше каналы Если мы рассматриваем стандартную корпоративную настройку микротика, то, наверное, актуальнее всего выбирать из трех непересекаемых каналов, которые есть у нас на 2.4 ГГц Это каналы 1, это каналы 6, это каналы 11 Касательно 13 канала, который есть у нас в России, это 2472 Его иногда можно выбирать при условии, что нет окружающих точек доступа, работающих на этих каналах Дело в том, что для того, чтобы была возможность использовать 13 канал в России, нам необходимо выбрать страну, в которой мы находимся Ну мы находимся в России, ну и выберем Россия Причем относительно того, что, если вы заметили, у нас присутствовало несколько вариантов России, то есть Russia 1, Russia 2, Russia 3, Russia 4 Выбираем максимально доступную, то есть Russia 4 это наиболее современный стандарт сертификации беспроводных каналов под Wi-Fi Дальше нам требуется, помимо канала, назвать как-то нашу точку доступа, то есть помимо стандартного названия, естественно, мы можем использовать в качестве SSID Service Set Identificator, ну, какое-нибудь название, ну, я не знаю Дальше, параметр Security Profile, это параметр, отвечающий за то, какой профиль безопасности мы будем использовать в данной точке доступа Что для этого необходимо сделать? Зайти в раздел Security Profile, можно изменить, конечно же, дефолтный Security Profile, но, наверное, для своей точки доступа я создам отдельный Security Profile Назову его по имени, название моей точки доступа и выберу Authentication Types VPA 2 PSK Почему не VPA PSK? Потому что VPA PSK уже достаточно старый стандарт Для современного использования его выбирать не стоит, то есть его стоит выбирать только в случае, если у вас есть какие-то старые устройства, которые не поддерживают современные стандарты Тем более, максимально современный стандарт VPA 3, который у нас сейчас еще пока не поддерживается большим количеством оборудования микротика Итак, выбираем VPA 2 PSK, сюда забиваем какой-нибудь пароль Ну а дальше нам требуется, по сути, можно подкрутить еще группки и апдейт, потому что некоторые клиентские операционные системы могут негативно относиться к группке и апдейту по умолчанию То есть, когда мы ставим, допустим, 5 минут, иногда могут отваливаться некоторые клиентские устройства Если у вас это не происходит, то, конечно же, для безопасности можно поставить группки и апдейт по умолчанию 5 минут Но помните, что все-таки с этим бывают проблемы Желательно ставить группки и апдейт минут 40 Относительно использования уникасного шифрования и группового шифрования используйте AES CCM, не используйте TKIP TKIP это достаточно старый стандарт, и он не поддерживает современные модуляции выше 54 Мбит в секунду Поэтому оставляйте все по умолчанию, все и так прекрасно работает После того, как мы создали профиль безопасности, можно выбрать в нашем беспроводном интерфейсе наш профиль безопасности SecurityProfileMicrotectraining.ru Но помимо настройки беспроводной точки доступа, нам также требуется как-то нашу беспроводную точку доступа добавить к нашей сети Потому что в данный момент у нас нет никаких IP-адресов, нет DHCP и так далее Для нормального функционирования Wi-Fi нам это требуется В конфигурации по умолчанию вам, скорее всего, это не понадобится делать Но в моей конкретной конфигурации мне понадобится добавить Wi-Fi интерфейс То есть в данном случае WLAN 1 интерфейс в Bridge интерфейс После этого моя точка доступа готова к полноценному использованию Если мы говорим про корпоративное использование, скорее всего, у нас будет либо отдельный Bridge интерфейс Куда мы будем добавлять нашу точку доступа, наш интерфейс точки доступа Либо же у нас будут использованы WLAN Но эта настройка выходит за рамки данного видео Спасибо за внимание, увидимся в следующем видео